Как ни странно, но решить проблему недоступности, то есть высокой стоимости жилья с помощью льготной ипотеки, вряд ли получится, ведь спрос на ипотеку порождает повышение цен на квадратные метры. Почему невыгодно брать жилищный кредит по пониженным ставкам и по каким еще причинам растут цены на жилье, далее расскажут эксперты. Мы видим рост стоимости, активный рост недвижимости как раз на фоне дешевеющих ипотек. В 2019 году средняя ставка по ипотеке была 9,2%, в 2020 году средняя ставка закрыла 7,4%. Фактически все новостройки, весь первичный рынок недвижимости продавался по очень низкой ставке. Из-за этого по обычному спросу, закон о спросе и предложении, если у нас спрос сильно растет, то предложение тоже увеличивается в цене. Налоги на большие вклады в банках, более 3 миллионов, теперь облагаются эти счета налогом. Соответственно, те люди, которые жили на эти проценты, сейчас предпочитают вкладывать в недвижимость. Осенью почему-то все разобрали. Соответственно, предложений очень мало, покупателей много, потому что ипотеки сейчас прям выдают очень много. Год назад и ранее на рынке недвижимости всегда правил балом покупатель. Можно было скинуть цену, выставить какие-то свои условия, сроки по выдаче ключей и так далее. Сейчас ситуация кардинально поменялась.